Приветствую коллеги трейдеры, меня зовут Александр Родионов, я являюсь практикующим трейдером, аналитиком и управляющим активами инвесторов. В сегодняшнем видео я хочу познакомить вас с моим взглядом на рынки, в торговле я использую методику маржинальных зон в совокупности с техническим анализом. Проанализируем основные активы Форекс и золото. Начнем мы с пары евро-долларов. В паре евро-доллар мы видим, как игроки пытаются сменить среднесрочную нисходящую тенденцию, которая началась у нас в середине января после пробития целевой зоны 1.2164-1.2146. В итоге мы дошли до второй целевой зоны 1.1980-1.1962, что повлекло за собой определенную реакцию покупателей и пока лишь коррекцию в область ключевого сопротивления тренда 1.2127-1.2111. Соответственно при удержании этой области сопротивления мы увидим дальнейшее падение курса евро с целью обновить минимум февраля этого года. Пробитие же уровня 1.2127 и закрепление на двух американских сессиях выше приведет к достижению второй целевой зоны вверху 1.2287-1.2271 и к смене среднесрочного тренда на восходящий. Теперь посмотрим, что же нам говорят младшие маржинальные зоны и видим здесь, что на данный момент развивается восходящий импульс, который начался еще в пятницу на прошлой неделе. Цена заходила в области выгодных цен на покупку 1.2108-1.2060. Мы из этой области вынырнули вверх и сейчас, грубо говоря, обновляем максимум 11 февраля. После обновления максимума 11 февраля будем смотреть, удастся ли игрокам закрепиться выше 1.2127, что скорее всего наиболее вероятно. И как только мы увидим закрепление выше, обозначим следующую цель по покупкам в области золотой зоны 1.2199-1.2191. Поэтому по евро на сегодняшний день самое разумное решение это удерживать покупки с пятницы. Если у вас этих покупок нет, то ждите обновления локального максимума и после этого нам нужно будет перестроить новые зоны поддержек. Британский фунт. По британцам мы наблюдаем среднесрочную восходящую тенденцию. В рамках этого тренда цена пробила уровни сопротивления 1.3750-1.3700 ровно и мы закрепились на прошлой неделе выше. Соответственно, теперь мы спокойно приближаемся к основной цели по покупкам. К целевой зоне номер 3, которая располагается на отметках 1.4014-1.3971. А здесь же у нас еще и глобальная такая среднесрочная или даже долгосрочная цель по фунту. Круглый уровень 1.40. На графике крупного таймфрейма нам нужно для дальнейших покупок ждать коррекцию, искать выгодные цены. Но ключевая поддержка находится очень далеко от текущих цен, потому что сейчас мы в принципе на максимумах. Границы ключевой поддержки находятся на отметках 1.3481-1.3437. Еще ближе у нас как раз-таки находится зеркальная такая область, которая выступала с сопротивлением. Теперь, естественно, является поддержкой. Поэтому предлагаю при заходе в эту область 1.3750-1.3700 ровно сосредоточиться на новых длинных позициях по фунту. Краткозрочный тренд в этом инструменте восходящий. Здесь мы видим сегодня реализацию приоритетной восходящей модели на покупку. Выгодные цены на покупку давали так же, как и по евро в прошлую пятницу. Между дополнительной зоной 1.3810-1.3746. Сейчас цена достигла золотую зону 1.3898-1.3887. О достижении этого сопротивления мы знали еще после закрытия американской сессии 9 декабря. У нас Америка закрылась выше целевой. Соответственно, появилась следующая цель и, вероятно, 70% ее достижения. Зона была достигнута, модель отработана. На сегодня на рынке делать нечего. Нам нужно продолжать искать покупки на этой неделе. Ну а выгодные цены на покупку у нас с вами будут первые в области дополнительной зоны 1.3858-1.3853. Это внутридневная поддержка краткосрочного тренда. Покупки только по паттерну, потому что мы сейчас достигли сильное сопротивление. Может пройти какая-то глубокая коррекция. Может быть разворот тренда. Мы пока этого еще не знаем. Но при заходе цены как в дополнительную, так и в промежуточную зону, нужно будет в первую очередь приглядывать покупки. Граница тренда краткосрочного находится на отметках 1.3805-1.3794. Доллар-иена. Доллар-иена продолжает восходящее движение, которое зародилось еще в начале января 2021 года. То есть, грубо говоря, с самых первых дней текущего года у нас пошел разворотный паттерн на покупку ложный пробой. Далее был отработан пару недель назад. Максимум был обновлен. И появилась новая восходящая структура, где каждый максимум выше предыдущего и, соответственно, минимум также выше предыдущего. На прошлой неделе мы тестировали область поддержки 104.38-104.26. Там буквально несколько пипсов не хватило до достижения этой области. Не будем придираться и быть прям столь скрупулезными. Уровень протестирован. На графике меньшего даймфрейма был дан паттерн на покупку. И сейчас цена стремится обновить максимум февраля. Это основная цель роста по доллар-иене. Соответственно, закрепляемся выше 105.43. И в долгосроке мы можем ожидать достижения второй целевой зоны 108.17-107.89. Выгодно по японцу искать покупки. Краткосрочный тренд это подтверждает. Сейчас произошла смена тенденций. Цена пробила уровень 105 ровно, а также обновила максимум пятницы. Ближайшая цель по этим краткосрочным покупкам это верхняя целевая зона 105.61-105.50. Пробой этой зоны и закрепление выше приведет к достижению следующей цели. В области золотой зоны. Границы золотой зоны 106.11-106.05. На коррекциях от ближайшего уровня поддержки, который 105.16 имеет цену, выгодно искать новые покупки. Что касается поддержек по маржинальным зонам, то дополнительная зона чуть-чуть пониже максимум пятницы. Более точный уровень 105.10-105.08. То есть если вдруг произойдет коррекция сюда, а на рынке может быть всякое, то отсюда будем снова добирать, снова искать паттерн в бай и покупать доллар-иену внутри дня. Доллар-канадец. По доллар-канадцу мы видели в конце января смену среднесрочного тренда на восходящий. Здесь у нас даже был паттерн технического анализа ложный пробой. Но в конце концов у нас сформировалась фигура треугольник. Мы вышли из нее вниз, достигли уже ключевой поддержки с позиции маржинальных зон 1.27 ровно 1.26.82. И на текущий момент я вижу, что никаких сигналов на покупку доллар-канадца нет, а медведи пытаются продавить уровень 1.26.82. Соответственно в случае успеха, для этого нужно раз-два закрытие Америки в идеале, мы увидим падение курса со следующей целью в области нижней второй целевой зоны 1.25.25-1.25.08. Ну а возврат цены на поддержку пробой локального максимума пятницы приведет к появлению паттерна двойное дно. Это паттерн уже на покупку инструмента. В таком случае будем придерживаться еще ранее обозначенного сценария в бай. Но давайте-ка мы все-таки посмотрим на график меньшего таймфрейма и видим, что здесь уже краткосрочный тренд давным-давно нисходящий. А именно закрытие американской сессии 5 февраля. Вот здесь мы пробили ключевую поддержку тренда, закрепились ниже, достигли целевой зоны, сходили прогулялись в коррекцию до ключевого сопротивления 1.27.56, протестировали его и сейчас мы обновляем минимум. По сути, приоритетная модель на продажу в рамках краткосрочного тренда у нас с вами отработала. Следующее, что нам нужно ждать, это, конечно же, закрытие американской сессии ниже целевой зоны уровня 1.26.82. При закрытии ниже у нас появится вероятность достичь следующую цель, золотую зону 1.26.12-1.26.05. Ну, а новые короткие позиции рекомендую присматривать либо из области даже от уровня 1.27.07, это дополнительная зона внутридневного сопротивления, ну, либо от уровня предыдущего локального максимума 1.27.56. Так и так. Австралиец. По Австралу происходит пробой сопротивления 0.77.39. Обозначим уровни закрытия американских сессий и видим, что уже две Америки закрылись выше. Таким образом, это наводит нас на мысли о том, что вполне возможно сейчас формирование широкой зоны накопления на графике крупного таймфрейма, на дейли и на H4. Между отметками 0.7805 и уровнем 0.7590. По методике маржинальных зон с позиции среднесрочного тренда у нас здесь не отработка. Уже пробито сопротивление. Получается, мы можем построить следующую цель. Если мы найдем паттерн на покупку, то будем покупать, с мишенью обновить максимум января и протестировать вторую цельвую зону 0.7899 и 0.7883. Но, коллеги, не торопитесь с покупками, потому что, опять же, у нас здесь не отработка. Это должно наводить нас на мысли. И второй момент. Для покупок хотелось бы пробитие уровня 0.7805 и далее через глубокую коррекцию зайти в buy. Пока этого нет, давайте мы будем присматривать покупки внутри дня. Либо от пробитой зоны, либо, получается, от новой границы тренда 0.7627-0.7611. И также сейчас мы еще посмотрим на меньший таймфрейм. На меньшем таймфрейме более понятная картинка. Здесь после смены краткосрочного тренда на восходящий и ретеста пробитой зоны была достигнута целевая зона 0.7739. Теперь мы видим закрытие Америки 11 февраля выше целевой зоны. И получается, что основная цель по покупкам это золотая зона 78.11-0.7803. Краткосрочные покупки можно рассматривать. Первая от дополнительной зоны 77.47-0.7743. Это такая внутридневная поддержка. Ну а вторая область это зона промежуточная 0.77-0.7-0.76-0.99. Однако, смотрите, при пробитии минимума пятницы у нас получится очень хорошая картинка. Неудобная для трейдеров, торгующих с позиции маржинальных зон. Так как с одной стороны, да, вроде паттерн двойная вершина. А с другой стороны еще одна вторая зона не пробита. То есть ключевая поддержка не пробита. В таких ситуациях рекомендую лучше дождаться прояснения. Либо смены тренда, либо появления уже на новой какой-то восходящей структуры. И действовать в том направлении, которое укажет рынок. Поспешных действий от 0.77-0.7 не требуется. Золото. Золото торгуется в среднесрочном нисходящем тренде. Игроки смогли выйти из флета. Флет был широкий 18.72-18.19. Ну там плюс-минус. Мы вышли в начале февраля. Закрепились ниже. Две Америки здесь есть. Появилась следующая цель по продажам. 17.59-17.49. Далее мы пошли на ретест. Зашли опять в эту зону накопления. Протестировали снизу вверх. Протестировали уровни Fibonacci. Границы. 18.40-18.30. И получается, что в области 18.40-18.30 мы должны с вами были искать продажи. И паттерн на продажу у нас с вами был. Пин-бар, подтверждение. Паттерн на графике меньшего таймфрейма. И давайте мы сразу перейдем сюда. Здесь мы видим, как произошла смена краткосрочного тренда по золоту на нисходящий 4 февраля. Появилась цель. 17.75-17.65. Которая будет достигнута у нас вероятностью 70% по методике. И после смены тенденции пошла коррекция. Игроки достигли ключевого сопротивления нового тренда 18.45-18.39. Цену выше не пустили. Америка ниже. Америка ниже. Америка внутри. И потом Америка ниже. То есть вот так и так. Слом структуры был 11 февраля. В этот же день сформировался паттерн. 1.2.3. Далее прошла коррекция к уровню 50%. 18.29. И мы здесь с вами получили точку входа на продажу. Разумно расположенный стоп-лосс должен быть за точкой 2. Это примерно отметка 18.49. Тейк профит должен стоять на первое на минимуме 4 февраля. Частичная фиксация. Но основная цель это все-таки 17.65 и 17.75. То есть вот здесь должен находиться основной тейк профит. Все сделано в рамках стратегии. Поэтому если мы увидим например рост с текущих цен обновления максимум 11 февраля то получается что мы попадем в статистическую неотработку. 30% которое всегда нужно закладывать перед собой. И в этом случае будем ожидать уже тогда смены опять смены тренда на восходящий и паттерна вот такого вот более широкого масштаба тоже 1.2.3 на покупку. Ну при таком раскладе вероятность дойти до верхней целевой зоны 19.5-18.94 возрастает уже гораздо. На этом все. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы пишите в комментарии. Ну с вами был Александр Родионов. Торгуйте, зарабатывайте с компанией Amarkets, открывайте счет и пользуйтесь выгодными торговыми условиями. Ссылка на открытие счета находится под этим видео. До новых встреч!